Натуральный белый присед 162,5 килограмма Здравствуйте, друзья мои! Сегодня у меня для вас невероятные новости Потому что хочу вам рассказать Кто на всем ютубе, на всем пространстве интернета И вне интернета, где хотите, на всем белом свете В современном мире самый 100% натуральный бодибилдер И не только бодибилдер, атлет, фитнесист, мэнс-физик Каких результатов вообще можно добиться натурально И чтобы можно было им верить Я более 20 лет в спорте Когда я разговаривал с разными спортсменами Они признавались мне, что они проходят допинг-контроль нечестным образом Например, за месяц до соревнований Они перестают колоть себе короткие эфиры тестостерона Выходит из них вся фарма, которую они себе ставили Они рассчитывают по срокам И на самих соревнованиях он чистый Но, конечно же, он показывает результат гораздо выше, чем человек, который тренировался натурально А теперь обратите внимание на современных фитнес-блогеров Все делают то же самое У нас очень много каналов по натуральному бодибилдингу Где бы говорили, что я натурал, я натурал, я очень натурал, я самый натурал А все остальные они химики, все остальные химики Но Сдает ли он какой-то допинг-контроль Регулярно Хотя бы раз в месяц А раз в неделю Ни один Ни один, мать вашу Все на химле И чем больше говорит, что он натурал Тем реже делает анализы И тем более ядерная химическая форма Я химическую форму знаю Я сам выступал на чемпионате мира И видел, что все пацаны На определенных препаратах в определенной форме И что же я вижу Те, кто сейчас больше всего орут, что они натуралы Ну, конечно, тут не вспомнить Про Леху Сырника Про Леху Штруделя Не вспомнить Ну, прям моя жена недавно даже смотрит И сразу говорит Посмотри, какой он заряженный Он просто в ядерной заряженной форме Ну, прям четко, как на соревнованиях по классическому бодибилдингу Где все идет по полной программе Пропик То, все И кто реже всего у нас давал анализы Кто реже всего сдавал Сколько лет уже на ютюбе Хотя бы раз в год он сдает Один раз я его заставил сдать анализы И то за бабло То есть он ставил всегда условие Чтобы я сдал анализы Заплатите мне Дайте мне тысячу долларов Дайте мне десять тысяч долларов Чтобы я сдал анализы Дайте мне сто тысяч долларов Я на химию сяду То есть он всячески говорил Что вот надо анализы Надо, блин Ну, любой все делал Чтобы их избежать Чтобы их не делать А когда один раз в жизни сдал Там были типичные анализы химика Тестостерон 30 Я вам скажу, что На 100 мл рамах тестостерона пропианата Через день У меня анализ показывал Тестостерон 25 А тут 30 Вообще Такая хорошая химическая доза Где-то 1 СУФ в неделю Или 1 ТАК в неделю Видно было, что Немножко не рассчитал Он был немножко в шоке от результата Но Не в этом суть Покажи нормальные анализы Не раз в год Не раз в полгода Не раз в месяц Покажи их 2 раза в месяц Покажи их 3 раза в месяц И будет понятно, что ты натуральный бодибилдер Потому что Невозможно себе уколоть какой-то препарат 2 дня покачаться А потом Потом опять анализы идти сдавать И опять надо выводить из крови всю эту гадость Чтобы стать чистым И вот я задумался Нет ни одного фитнес-блогера Который бы сдавал эти анализы регулярно Я вот подумал А почему бы мне не стать Первым действительно натуральным бодибилдером В интернете В конце концов Я этого заслуживаю Больше других Я до того, как захимичить 11 лет тренировался в натуражку Построил бицепс 45 см в натуражку Сделал становую тягу Более 200 кг натурально Жим лежа 120 на 5 С полной амплитудой натурально Кто такой еще сделал Но анализы я не сдавал, естественно Так как не было интернета Не было этой темы Сейчас меня считают химиком Многие Благодаря рекламе вот этих вот натуралов Почему бы не показать, что все наоборот Я буду сдавать анализы Я уже давно чистый Давно чистый Меня по-прежнему называют химиком Хотя уже много времени прошло Почему бы мне не сдавать анализы Ну минимум раз в месяц А лучше 2 раза в месяц 3 раза в месяц Чтобы вы видели, что Никакой подвох невозможен И вы будете видеть стабильность Моих силовых показателей Вы посмотрите Сколько можно На натуральной сушке Сохранить мышц Без химии Действительно Вы увидите Какие силовые можно набрать На массу Занимаясь натурально И вы будете постоянно Видеть анализы Пока что в бодибилдинге Этого никто Никогда не делал Только в пауэрлифтинге Это делал Дмитрий Головинский Со своим учеником Артемом Я не знаю Как часто они сдавали анализы Но я знаю, что несколько раз Может даже и до сих пор сдают Но я это собираюсь сделать постоянно Длительное время И буду постоянно сдавать анализы На тестостерон Невозможно Невозможно с низким тестостероном Показать какие-то супер грандиозные Невозможно ставить себе препараты Невозможно колоть себе химию И иметь нормальный тестостерон Это просто нереально То есть все будет открыто Хоть приходите Живите вместе со мной в одной квартире Хоть назначайте мне Там этих наблюдателей Потому что вы сами увидите Что все абсолютно кристально На моем канале теперь вы увидите Натуральные приседания Натуральную сушку Натуральный набор массы Натуральные силовые на все группы мышц То есть вы видите то Чего вы не видели еще нигде Ни на одном канале в интернете Так что смотрите Друзья, сегодня выполняю приседания Это будут 150 кг Глубокий присед ниже параллели И 162,5 кг В параллели Ну что 150 кг я присел И чувствовал Что вот четыре раза я сел И еще запас был На пятое повторение А может быть даже и на шестое Но я ставил силы Чтобы сделать параллель 162,5 кг Простите, что я замазал жену Тихо Ну что Вот такие вот полуприседы 162,5 кг В 45 лет С низким тестостероном Обратите внимание Не просто натуральный бодибилдинг А на пониженном тестостероне Ниже средних значений И вот так вот я Теперь тренируюсь И вы Видите, что это все правда Потому что я Сдаю анализы не раз в год А каждую неделю Вот так вот, друзья мои Напишите в комментариях Согласны ли вы Что-то самый надежный способ Проверить Может быть кто-то из вас Хочет со мной вместе Ходить сдавать анализы Тоже неплохой вариант Я считаю Вот так вот, друзья мои Это будет весело Это будет приятно И это будет что-то новое В интернете Чего не будет до сих пор Также у меня в планах Натуральный жим лежа 140 кг Надо пожать хотя бы 3-4 раза Сейчас на низкокалорийной диете Результаты будут падать Я думаю Но я думаю Что сильно они все-таки Не упадут И в конце концов Даже если в результате Натуральной сушки У меня жим лежа станет Не 140, а только 130 Да пусть там 100 кг станет Жим лежа Но я буду идеально рельефным Я смогу так зато делать Какие-то гимнастические элементы Те же выходы силой Это будет своего рода плюс Вот Так что давайте Подписывайтесь на мой канал Пишите в комментариях Ваше мнение До новых встреч Продолжение следует...